С хлебом и солью, да с жареным поросёнком. Не нарушая традиции, в главной базе Северного флота встретили корабли, вернувшиеся из Арктики. Подробнее в нашем сюжете. Завершили арктический поход и вернулись в родную гавань. Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», десантные корабли «Александр Атраковский» и «Иван Грен» и морской танкер Сергей Осипов успешно выполнили свои задачи и прибыли в Североморск из похода по арктическим морям. Всё проходило достаточно благополучно. Мы действовали от западного кромки Северного морского пути до востока. Ледовая обстановка позволила выполнить поставленные задачи в Восточно-Сибирском море. Высадка морского десанта на Челюскине подтвердилась способность действовать силам и войскам на побережье совместно с пограничным управлением по Западному и Восточному Арктическим регионам. Поход длился два месяца. За это время моряки отработали оборону материкового побережья от высадки десанта вероятного противника. Организовали учения по противодействию группировкам кораблей условного противника и антитеррористическую тренировку на морской ледостойкой стационарной платформе. А также совершили заходы в порты полуострова Таймыр. Вернувшихся из похода североморцев встретили в торжественной обстановке. На плацу военного городка их ждали родные и близкие. Командующий флотом поздравил экипажа с проделанной работой. По традиции вручил командирам жареных поросят, а отличившимся военнослужащим грамоты и награды.